До новогодней ночи телезрители смогут увидеть фильм «Happy New Life». Его сняли коллективы телеканалов «Россия-1» и «Ринмар» и «Север». Полудокументальная комедия рассказывает особенности телевизионной кухни и взаимоотношений между сотрудниками. Идея проекта родилась еще осенью 2018 года и почти сразу же началась работа над сценарием, поиском локаций, подготовкой декораций и распределением ролей. В названии картины «Happy New Life» заключены два значения. Это фраза «Happy New Year» в переводе с английского «Счастливого Нового Года» и термин «Live» обозначающий на телевидении прямой эфир. Итоговое словосочетание полностью отображает то, что будет происходить на экране. По сценарию телевизионщики приехали отметить Новый год на одной из баз отдыха Ненецкого округа. Но праздничную атмосферу прерывает странный телефонный звонок, после которого директор телекомпании отменяет веселье и требует организовать праздничный прямой эфир. Журналисты отправляются на поиски интересных тем для прямых включений, при этом сталкиваются на своем пути с самыми разными проблемами и препятствиями. Решили отказаться от идей «Голубых огоньков», решили немножко покреативить, сделать что-то интересное. И вот таким образом все от простой программы перешло в целый фильм. Если говорить о съемочном процессе, то он был разбит на большое количество дней. То есть все эпизоды с журналистами нашими писались в отдельные дни. Ну и, конечно, массовые сцены, они были очень сложными, потому что нас было очень много. На съемочной площадке, наверное, было человек 30 в общей сложности. Это без артистов Дворца культуры Арктика. С ними нас было действительно очень-очень много. И сам вот этот вот процесс занял длительное время. В съемках фильма, помимо работников окружных телеканалов, приняли участие творческие коллективы Дворца культуры Арктика. Артисты показали самые яркие номера, подготовленные специально для картины. Особенно напряженными выдались последние дни года, когда съемочные бригады работали сутками без сна и отдыха. Мы впервые работали в таком режиме нон-стоп, когда у нас на сон уходило 30 минут, и мы снова вставали и начинали работать. Самый основной пик работы у нас выпал на последние дни, когда нужно было заканчивать уже материал. Мы очень долго не могли приступить к съемкам, потому что то зима подвела, особо не было снега, то еще город был не украшен, для нас это тоже было важно. И поэтому мы немножко запоздали с финальными съемками, натурными, которые происходили на улице. И самая главная съемка у нас происходила на базе, базе отдыха. И, соответственно, чтобы успеть и не выбиться из графика, нам пришлось работать ночью. То есть приехали туда, мы начали работу в 2 часа дня и закончили на следующий день в 16 часов. То есть ребята все абсолютно отработали ночную смену. И то, что мне очень сильно понравилось, это то, что впервые я никогда не видел такой сплоченный коллектив, чтобы работать, так скажем, в нерабочее время. Никто не жаловался, никто не страдал из-за этого, и все были заинтересованы, у всех был азарт в глазах, и все очень хотели отснимать и сделать очень крутой проект. Хронометраж фильма 2 часа сейчас идет монтаж двухчасовой картины. Ну а 31 декабря в 22 часа Happy New Life покажут в эфире телеканала «Север». Также комедия будет размещена на YouTube-канале телеканала «Россия-1» Нарьенмар. Впрочем, на этом проект не заканчивается. Сразу после Нового года телевизионщики начнут работу на второй частью комедии. Ольга Руссел, Алина Воучейская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».